Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду подготавливать внутренний бараний жир для того, чтобы сделать из него очень вкусный и полезный домашний маргарин. У меня уже было пара сюжетов о том, как правильно вытапливать бараний жир. Но сегодня у меня именно внутренний бараний жир, у него очень высокая температура плавления. Я сделаю из него очень ароматную заготовку для маргарина. Это будет немножко трудоемко, посуды будут вымазаны больше, чем обычно, но это того стоит. Здесь у меня именно баранья сетка. Она вот такая жирная, вот толстючая. И эта сетка покрыта была очень тонкой пленкой. Это белковая пленка. Я эту всю пленочку снимал. Это похоже на процедуру, когда мы снимаем пленку именно с печенки или сердечка. Теперь я режу на мелкие кусочки этот жир. И вытапливать его буду не в казане, потому что жира не так много, а буду этапливать в толстостенной стальной кастрюле. Это скороварка, но она будет работать и без крышки. Здесь очень толстое капсульное дно, и толщина стенок у нее миллиметр. Это не обычная кастрюлька, которая тонюзенькая стеночка. Это толстая кастрюля, и она будет работать так же хорошо, как и коза. Очень важно взять жир самый свежий, то есть день-два после убоя животного, чтобы он сохранил свой естественный аромат. Я выкладываю жир в кастрюлю. Для того, чтобы жир для маргарина получился очень вкусный, главное, чтобы ни капельки мяса на жире не было. Сейчас я поставлю кастрюлю на средний огонь. Главное, чтобы кусочки жира не начали подгорать, чтобы они медленно расслаблялись, и горячий жир продолжал передавать свою температуру следующим кусочкам жирка. Бараний жирок в кастрюльке начинает уже кипеть, поэтому я его все время перемешиваю. Самое важное, чтобы жир не горел, чтобы он не подкапчивался, а все время просто таял. Поэтому мы все время перемешиваем жир. Горячий жирок поднимаем наверх, а холодные кусочки опускаем вниз. Вот. В жире содержится очень много влаги, поэтому влага, конечно же, и жира будет выделяться. Пока я держу кастрюлю под закрытой крышкой, чтобы температура поднималась быстрее, но была очень мягкая, в пределах 80-100 градусов. Вот, гляньте, как уже жир уменьшился в объеме. Прошло всего 3-4 минуты с момента, как я поставил кастрюлю на огонь. Уплотняем жирок, чтобы температура лучше передавалась от кусочка к кусочку. Теперь самый важный момент. Обычно мы, когда вытапливаем жир, то ждем, когда полностью все шкварки вытопятся, и потом их вылавливаем. Для того, чтобы сделать очень качественный жир, я сейчас беру и вылавливаю сам растопленный жир, отцежу его черпаком, и выливаю в кастрюльку. Таким образом, готовый жир не будет перекаливаться, в нем останутся все витамины, аромат у него будет очень нежный, а шкварки, которые останутся, будут быстрее вытапливаться. Ничего страшного, если кусочки жира попадутся в черпачке. Потом мы это все отфильтруем. Очень тонкий аромат жира, без запаха перекала. Это очень хорошо. Самое важное при вытапливании жира из барашка для маргарина, это умеренность. Вот здесь у меня еще есть жирок и шкварочки. Если мы сейчас будем вытапливать их, и добавлять этот жир к уже готовому, то этот новый жир придаст вкусу маргарина не очень благородный оттенок. Поэтому, чтобы продукт не пропадал, вот этот жирочек я дотапливаю, и буду использовать его для фритюра. А вот этот жир, он уже полностью готов. Я его процеживаю, и мы будем разделять его на фракции олеин и маргарин. Бараний жир, который мы вытопили, уже начинает кристаллизоваться. Температура сейчас в самой кастрюльке 40 градусов. Уже видны очаги кристаллизации. Это кристаллизуется та тугоплавкая фракция, которая называется после разделения стеарин. Все я процеживаю через марлю. При соприкосновении с воздухом стеарин еще больше кристаллизуется, и поэтому он полностью остается весь в марле, в ситечке. А хорошая съедобная фракция олеомаргарина остается у нас уже после сита. Вот здесь очень хорошо видно на дне кастрюльки, что уже сам стеарин полностью затвердел. Конечно, после фильтрации очень много грязной и жирной посуды, зато у нас в сухом остатке будут очень вкусные заготовки для маргарина. Из них я делаю и бисквиты, и печенье, и торты, и все получается очень высокого качества, очень вкусное. Абсолютно без запаха бараньего жира или просто без запаха жира вообще. Вот, хорошенечко уже забились поры в марле. У нас еще есть запас марли, мы сейчас будем продвигать, чтобы это все отфильтровалось. Друзья, бараньий жир, который я вытопил, уже застыл. Вот такие отличные, красивые квадратики жира получились. Они белоснежные, у него очень нейтральный аромат. Через целлофан, конечно, не слышно, но это есть заготовки для производства домашнего маргарина. Также этот жир можно использовать в любых ваших кулинарных блюдах. На нем можно жарить, его можно добавлять в еду. Он очень вкусный и полезный. А та фракция, которая имела высокую температуру плавления, она будет использоваться для фритюра. Еще раз показываю, вот такой красивый белоснежный жирок у нас есть. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, все, что вы думаете по поводу этого видео. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка для подписки вот здесь внизу. Рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик вот здесь. И вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место.